Всем привет! С вами Мария, и вы на канале Алмазная вышивка и не только. Этот выпуск будет необычным сразу по двум причинам. Во-первых, потому что видео про новогодние игрушки почему-то выходит весной. А во-вторых, потому что оно не совсем про новогодние игрушки. Хотя, конечно, лучше бы мне его выпустить в декабре, но не сложилось. А следующей зимы я ждать не хочу. Тем более, что идеи из этого видео наверняка пригодятся вам уже сейчас. Но что-то я рано об идеях заговорила. Начнем мы сегодня с плоского. Потом перейдем к объему, а там, глядишь, и идеи появятся. И начну я с новогодних игрушек, которые вы все наверняка уже видели на Алиэкспресс. На самом деле это обычные картонки на веревочках. И их лучше использовать скорее не как елочные игрушки, а как бирки на подарки. Знаете, такие бумажки, на которых пишут, от кого этот подарок или кому. Продаются такие картонки целыми наборами, по 10-20 штук. И наборы есть на любой случай жизни. Новый год, день рождения, день святого Валентина, что хотите. Запрос для поиска вы видите на экране, но сразу скажу, что стоят эти наборы в среднем 200-300 рублей. Кстати, ради интереса вбейте в поиск просто лейбл карт, и вы увидите куда больше вариантов этих бирочек. И стоить они будут на порядок дешевле. Если же говорить об алмазных наборах, то в эти наборы входят картонные заготовки с клеевым слоем, инструменты для выкладки, стразы и шнурок. Размеры заготовок примерно 5 на 5 сантиметров. Картон используется тонкий, а рисунок и клей нанесены лишь с одной стороны. Вторая пустая. Конечно, при такой цене для многих из нас это скорее идея, куда девать остатки страз, нежели товар, который мы хотим купить. Распечатать подобные картинки на принтере ничего не стоит. Вырезаем, покрываем жидким клеем и украшаем их теми стразами, которые остались у нас от других наборов. А если сделать две одинаковые симметричные берки, склеить их между собой и покрыть все это глянцевым лаком, то получится полноценная елочная игрушка. Можно еще и блестками сверху посыпать. Собственно, на этом я бы и закрыла эту тему, если бы не моя зрительница Ольга Овчинникова. Она прислала мне ссылку на другие новогодние игрушки, за что ей, кстати, огромное спасибо. Вот они. Это алмазные новогодние шары от торговой марки Вдохновение. И в продаже они появились буквально этой осенью. Для тех, кто не знает, Вдохновение – это украинский производитель наборов для рукоделия. В прошлом году по всему рукодельному ютубу гремели их бабочки из бисера на перфорированном пластике. Очень красивые. А теперь на том же пластике они догадались сделать вот такие, вроде бы простые, но очень симпатичные новогодние шары. Кстати, в российских рукодельных онлайн-магазинах они тоже есть. Но если в Украине в пересчете на наши рублей их можно купить примерно за 500 рублей, то в России они стоят уже 700-800 рублей. Дороговато, конечно. Но это уже не тоненькая плоская картоночка 5х5 см, а большая объемная игрушка на добротном пластике с продуманной сборкой и довольно эффектным результатом. И, конечно, очень жаль, что на нашем алмазном ютубе такая новинка прошла незамеченной. Тут я просто посыпаю голову пеплом. Зато, оказывается, обзор на эти шары в прошлом году сняла Марина с крестикового канала Маринка Прок. Ссылку на ее обзор оставлю в описании. И если вы думаете о покупке этих шаров, очень советую его посмотреть. Но что касается покупки, то здесь лучше все-таки подождать летних распродаж, которые начнутся уже буквально через пару месяцев. И я уверена, что следующей осенью мы все вместе будем внимательнее следить за алмазными новинками этого производителя. Может, он еще что-то интересненькое для нас придумает. Кстати, своих бисерных бабочек они уже перевели в алмазную мозаику. Правда, в качестве магнитов на холодильнике. И выпускаются они под другой торговой маркой ArtSolo. Но, как я поняла, ArtSolo с вдохновением очень тесно сотрудничают. В России такие магниты я уже тоже нашла за 500 рублей. Что-то таких размеров, ну, прямо скажем, дорого. Причем, кроме бабочек, в продаже есть и их коллекция детских магнитов и тоже с алмазкой. Но магнитами нас не удивить. Мы уже много таких повидали на Алиэкспресс. Зато в ассортименте ArtSolo есть еще одна любопытная коллекция. Это алмазный паспорту для фотографий. Такого мы еще не видели. К сожалению, я не нашла ни отзывов, ни фотографий готовых работ. Видимо, это совсем свежая новинка. Но, судя по описанию, это та же пластиковая основа с нанесенной схемой и клеем. Но только теперь на них еще есть место для фотографии. То есть, выкладываете стразами паспорту, вставляете фотографию и все это оформляете в рамочку. Да, рамка в набор не входит. Честно говоря, я бы такой набор не купила. Но, по-моему, это, опять же, отличная идея из разряда, куда девать остатки страз. Ведь найти схему в интернете это не проблема. К тому же, паспорту вполне может быть монотонным или двухцветным. Помните, что оно не должно отвлекать внимание от самой фотографии. И, кстати, с этой точки зрения, паспорту от Арцола мне не нравится совсем. На мой взгляд, куда лучше будет смотреться какой-нибудь цветочный орнамент или просто узор. Но, повторюсь, как и новогодние шары, это просто неплохая задумка в копилку наших идей. Кстати, в моей копилке эти шары появились уже давно. Еще больше года назад я сняла видео о том, как сделать примерно такой же шар из обычного картона, используя вот такие раскладки из интернета. На самом деле, это, конечно же, не шар, а додекайдер. И вы точно так же можете найти его развертку по словам «додекайдер – развертка». Принцип создания очень простой. Распечатываете раскладку, вырезаете ее, в нужных местах сгибаете, заполняете грани стразами, а потом все это склеиваете вместе. Но тогда, в декабре 2018 года, я и не знала, что можно было пойти дальше. А узнала я об этом только когда Мария с канала Мошириша выпустила видео с вот таким светильником в виде кристаллов. Ссылку на это видео я обязательно оставлю в описании и вообще всячески рекомендую этот канал. Но здесь расскажу, что кристаллы на самом деле здесь полые. Для каждого кристалла Мошириша брала развертку и каждую грань по отдельности заливала тонким слоем эпоксидки. А потом все это соединяла с помощью 3D-ручки. И тогда-то я узнала, что оказывается, есть целое направление по созданию таких полигональных скульптур. И в интернете в свободном доступе можно найти развертку чего угодно. В частности, Мошириша давала ссылку на группу ВКонтакте, название которой я вряд ли выговорю, но я обязательно оставлю вам ссылочку на нее, потому что там есть очень классный альбом с бесплатными развертками. О, давайте для примера покажу развертку алмаза. Видите? Очень просто. Скачали PDF, распечатали на цветной бумаге, сложили и получили вот такую красоту. А при желании, перед склеиванием, можно еще и грани алмазкой выложить. Может, практического значения эти скульптуры и не имеют, но, по-моему, это может стать очень увлекательным занятием для всей семьи. Ну, для детей так точно. И если вы будете покрывать свои скульптуры стразами, не забывайте, что там, где идет сгиб фигуры внутрь, лучше не выкладывать стразы у самого края. Делайте небольшой отступ, чтобы при сгибе стразы на соседних гранях друг другу не мешали. И если вы захотите еще больше окунуться в мир бумажных скульптур, советую набрать полигональные фигуры схемы. Там есть развертки на любой вкус и цвет. Надеюсь, это видео вам понравилось, и напомню, что все ссылки вы сможете найти в описании. А на этом я с вами прощаюсь, хоть и ненадолго. Всем пока!